Да, если вы нам сейчас не продадите мороженое, мы сядем тут и будем выть. И все ваши покупатели испугаются и разбегутся. Продайте им мороженое, а то они реально начнут здесь выть. Ну вот, мальчики, ваши четыре посты, а платить-то кто будет? Должен был я, но я не собираюсь, потому что вы нас оскорбили и ущемили в правах. Запишите насчет Человека-Деда. Ну вообще, красава, брателло, ты коварно не заплатил в магазине, а перевел стрелки на Человека-Деда. Ого, ничего себе, пойду-ка я отсюда. Ага, испугался? Будешь знать, как нам лапы мыть. Кто меня вызывал? Кого мне тут нужно сожрать? Вот этих собачек? Корги Кекс, я между прочим, ужас летящий на крыльях ночи. Я Чёрный Лис, у меня и Кекс, королевский Корги Кекс. Всем коржачий привет! Я Чёрный Лис, я ужас летящий на крыльях ночи. Меня зовут Корги Кекс, и я второй в России Корги-видеоблогер. Мое полное имя Великий Принц Кександр 14-й. Но те, кто на меня подпишется, могут называть меня просто Кекс. Я брат Корги Коржика, и с нами живут еще две дворняшки. Хаски-бандит и Бублик. Если ты не подпишешься на мой канал и не поставишь лайк, то они придут к тебе ночью и укусят собачок. Хе-хе-хе-хе-хе. Ура! Лето наступило! Человек, дед, пора устроить нам летний праздник. И какой летний праздник вы хотите? Ну, во-первых, день мороженого. Кстати, вам, человеке, пора уже пересмотреть свое негативное отношение к мороженому и давать его нам не два раза в год, а каждый день летом. Вот именно! Нам каждое утро на прогулке знакомые собаки рассказывают, что им ежедневно дают мороженое. А нам стыдно признаться, что наши человеки жадные жмоты и дают его нам всего два раза в год. Мороженое вредное для собак. Особенно шоколадное. Так возьми не шоколадного. Короче, че мы его улаваем, стоим и унижаемся. Пошли в магазин, сами купим. А кто за него платить будет? Как кто? Ты, конечно. Сегодня же ты видосик выпускаешь, значит, ты и платишь. Привет, парни. Что хотите купить? Нам бы и мороженого на всех, кроме человека, деда. Да, а ему? Никогда больше не продавайте мороженого, и столько он нам не покупает. Представляете, он говорит, что собакам мороженое есть вредно. Собакам мороженое есть вредно. Еще одна. Я понял. Это сговор человеков против собачества. Что такое собачество? Брателло, не тупи. Это всемирное сообщество собак. У человеков есть человечество, а у собак собачество. Хвостатая сарделька прав. Мы больше не позволим нарушать наши собачьи права. Да, если вы нам сейчас не продадите мороженое, мы сядем тут и будем выть. И все ваши покупатели испугаются и разбегутся. Продайте им мороженое, а то они реально начнут здесь выть. Ну вот, мальчики, ваши четыре порции. Оплатить-то кто будет? Должен был я, но я не собираюсь, потому что вы нас оскорбили и ущемили в правах. Запишите насчет человека деда. Ну вообще, красава, брателло. Ты коварно не заплатил в магазине, а перевел стрелки на человека деда. Это потому что я коржун делья такой же коварный, как и ты. Все, теперь, короче, будем делать так каждый день. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, человеки пусть за него платят. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну все, парни, я закончу курсы собачьих поваров. Теперь осталось дело за малым. Открою свой собачий ресторан и разбогатею. Брателло, надеюсь, для нас скидки сделаешь? Да он должен нас бесплатно кормить. Еще чего не хватало, чтобы мы в ресторане кекса счет оплачивали? Я стесняюсь спросить, а мьютом какое будет? Вы что, не верите в то, что я великий кулинар? Тогда я прямо сейчас вам приготовлю блюдо, от которого вы свои лапы будете облизывать. Ну-ну, ну-ну, давай покажи, на что ты способен, хвостатая сарделька. Итак, берем наш замечательный корм Сириус, например, ягненка с рисом, и насыпаем в миску. О, сначала мне нравится, кекс выбрал правильный основной ингредиент. Затем наш корм Сириус в миске тщательно перемешиваем. Смотрите, от этого зависит вкус. Если плохо перемешаете, ничего не получится. Ай, медленнее, я записываю. После того, как вы перемешали наш корм в миске, нужно добавить по вкусу еще немножко корма Сириус. Вот это самый ответственный момент. Капец, какой сложный рецепт, как ты его запомнил? Ха, на курсах собаких поваров я был лучшим. После приготовления нашего блюда, нужно поставить его на полчаса в труднодоступное место. Ай, я не понял, зачем его надо прятать? И от кого? Как от кого? От вас, чтобы вы его не сожрали. Я тоже не понимаю, зачем хранить такую вкуснятину целых полчаса? Этого ягненка с рисом можно же сразу слопать. Ну да, блюдо на вид выглядит абсолютно приготовленным, и оно станет еще вкуснее. Волчары, вы балбецы! Полчаса нужно выдержать, чтобы воспитать в себе терпение и стойкость. Ну а сегодня так и быть, разрешу вам не ждать. Кушать подано! Невероятно! Как тебе удалось так раскрыть вкус ягненка? А овощи и рис получились такими нежными и вкусными. Да, Кексиандр, прости, что сразу не поверил в тебя. Ты лучший собачий кулинар. Ха! Это еще цветочки! Завтра я вам из корма Сириус приготовлю супер вкуснятину из трех видов мяса! Капец! Это вопиющееся негодяйство! Гордые корни и лапы не моют! Мы мордами мороженое ели, а не лапами! Вот именно! Это только человеки могут что-то есть руками! У них даже правила есть! Типа птицу и рыбу можно есть руками! Как можно вообще что-то есть руками? Надо все есть пастью! Все человеки извращенцы! Все, парни, срочно звоним в Гринпис! Вообще-то, папася, эта организация признана в России нежелательной. Вот блин, ну и фиг с ней! Спасите и помогите! Нам злобные человеки хотят помыть лапы! А мы вообще не грязные! У нас лапы стерильные! А эти человеки хотят брызгать на наши прекрасные лапы грязной водой, а потом вытирают их вонючим полотенцем! Горжата, напишите в комментах, что грозные корни лапы не моют! И грозные хаски тоже! Что вы разорались? Я знаю, что вам не нравятся мыть лапы, но вы каждый день моете, пора бы вам и привыкнуть! Привыкнуть? Как к такому можно привыкнуть? Парни, может быть вызовем какое-нибудь чудовище и пусть оно сожрет человека деда! А это не будет слишком жестоко? Ну, попросим чудовище полностью его не сжирать, а покусать больно! Мне нравится идея хвостатой сардельки! А почему мы сами не можем покусать человека деда? Не, ну это будет некрасиво! Он же все-таки с нами гуляет! А так типа и отомстим ему за мытью лап и не при делах будем! Я не боюсь никаких чудовищ, потому что я советский офицер! А мы тебе вызовем такое чудовище, про которое ты в своем Советском Союзе и не слышал! Да, какого-нибудь современного монстра! Кого там сейчас хосятые коржата боятся? Ой, я знаю, я знаю! Сейчас все боятся мужика, который из унитаза вылезает и поет скибеди доп-доп! Брателла, отлично! Вызываю! Коргис, Моргис! Скибеди туалет, поим Лембис! Трррр! Скибеди доп-доп-доп-доп-доп-доп! Есть, 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 есть! Ого! Ничего себе! Пойду-ка я отсюда! Ага! Испугался! Хе-хе-хе! Будешь знать, как нам лапы мыть! Кто меня вызывал? Кого мне тут нужно сожрать? Вот этих собачек? Слышь, сортирный монстр! Ты совсем ку-ку? Вообще-то мы тебя позвали, чтобы ты покусал человека деда! Но он ушел! И поэтому я буду сегодня кушать вас! Да, парни, вызвать стрёмного чувака из унитаза была плохая идея! Ладно, ничего не поделаешь! Придется я эту аномалию грохнуть! Коржата, а пока мы разбираемся с этим скибеди туалетом, посмотрите вашу любимую рубрику подписчики рулят! Да потому что то, что сейчас будет происходить в этом санузле, показывать на ютубе нельзя! Нас могут забанить за жестокое вращение с чудовищами! Коржик! Брат! Брателла! Что тебе кекс? Бублик же рыжий? Ну да, рыжий! И ты тоже рыжий! Рыжий! А как мы называем бублика? Рыжая сопля! Значит, и ты тоже рыжая сопля! Ты же рыжий! Хе-хе-хе-хе-хе! А ну иди сюда, я тебя сожру! Коржик! Коржатина! Что тебе надо? А, давай борзерколи заведем! Ну и как мы его назовем? Лиса! Нет, я тебя только из депрессион вывел! Вопиющееся негодяйство! Кексятина! Что тебе надо, коржатина? Вот смотри, мы же хлебобулочное изделие, да? Почему мы хлебобулочное изделие? У нас же имена как хлебобулочных изделий! А бандитки хлебобулочное изделие! Получается, бандитки-человеки могут меня и тебя, и бублика съесть? Капец! Коржик! Ммм! Ну, коржик! Ну, что тебе опять наля, кекс? А что ты плачешь? Мне сегодня никто не говорил, что я коварный! Кекс, кекс, старый пердун! Что? А как ты меня назвал? Старый пердун! Ой! Тебе капец! Коржик! Чего? Ничего! Беги! Капец! Кекс, кександр! Что? Я песенку сочинил! Ну, напой! К нам приперся черный лиз, звали его коржик кекс! Капец! Ча-ча-ча-ча!